Так, Паш, если придешь раньше, то котлеты в холодильнике, а пюре в кастрюльке. Разогреешь в микроволновке. Давай. Мам. Давай-давай-давай. На улице в рубашке в одной тебе будет холодно. Ну, он же старый. Меня в нем засмеют. Не засмеют. Ну, а что? Хороший пиджак. Сашка тетя Люда его практически и не носил. Кстати, со следующей нерой ты будешь ходить к его репетитору по математике. Сашка к нему четыре года ходил, и у него по всем тестам не ниже 85. Ну, я же к математике как-то не очень. Вот и отец был твой не очень. И закончил он тоже не очень. Как закончил? Мы с ним позавчера по телефону разговаривали. Если мужчина в 45 лет до сих пор сидит в своих этих ганцевичах, то это значит закончил. Ну, мы же там 8 лет жили. Ты хочешь об этом поговорить? Так вот я не хочу. И вообще не заводи меня с утра, иди лучше поцелуй. Расскажешь потом, что у тебя там за учителя. Если будут обижать, тогда примем меры. Все, я убежала. Пока. А где Ладос? Ну что, скучал по мне? Че, подружку привел? Доброе утро. Присаживайтесь. Поздравляю всех с началом нового учебного года. Спасибо. И хочу начать с двух новостей. Одна хорошая, одна плохая? Именно. С какой начать? Хорошей. Хорошей. Ребята, мы вышли в финал турнира по истории Беларуси. А какая плохая? Ну, плохая турнир в этот понедельник. Когда? В понедельник? В понедельник по дождю вернется только через две недели. Именно, я знаю, что это проблема, да. И нам нужна достойная замена, ибо на кону репутация нашей школы. На кону нашего поступления в универ. Мы не можем проиграть. Я это все прекрасно понимаю. Займусь этим чуть позже. А сейчас давайте познакомимся с нашим новым учеником. Якубович Павел. Прошу, пожалуйста. Павел приехал к нам из... Ганцевич. Ганцевич. Твоих ганцевичов у всех такой модный лук. Так, тише, тише, тише. Павел может занять свое место. Спасибо. Ну, а раз так бодро начали, то прошу вас приготовить к следующему занятию небольшое эссе на тему место войны в истории человечества. Я же говорил, я говорил, что я в нем буду выглядеть как посмешище. Паша, что случилось? Тебя обижают? Я сейчас позвоню. Стой, мама! Не надо никуда звонить. Все хорошо. Я просто устал. Извини. А я тебе говорила, чтобы ты не сидел, допознав в телефоне. Иди ешь и повесь пиджак. Питаются трупами людей. А еще и помогают здешние атомские культисты, которые по непонятной причине решили поклоняться здешним повелитью упырей. Эти культисты убивали невинных людей и скармливали трупы упырям, утоляя их чудовищный голод. Все находилось в жутком равновесии. До сих пор. Опа, при студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Серьезная литература? Нам такого не сдавали Это не домашка, просто хобби У нас еще один из стариков в классе? Скорее любитель А о чем так мило болтаем? Прикинь, нам какие-то старики шарят Может команду ее возьмете? Да ща, нам клоуны не нужны Чего ты ко мне лезешь? Слышь, ты чмошник, я к тебе не лезу Ты хочешь узнать, как это, когда я лезу? Хорошо, нет проблем Ладно, вали, попробуй только вякнуть кому-нибудь Добрый день Присаживайтесь Ну что ж, все в сборе Можно и пошевелить мозгами Если они, конечно, есть Шутка, шутка, шутка Так Извините, Виктор Ильич, можно выйти? А вот и первый претендент К доске Шучу, Лэндин Садись на свое место Первый раз прощаю Но рецидив будет караться Как дела с домашним заданием? Написали, Эссе? Да Молодцы Сдаем тетради для проверки Павел, а вы почему не сдали? Вы не написали? Извините, Виктор Юрьевич Я написал, но забыл дома Хочется верить Но верится с трудом Насколько я заметил Весь остальной класс не забыл работу дома А можно я принесу на следующий урок? Конечно, вы можете так сделать Но если у вас по этому вопросу Нет никаких соображений Не утруждайтесь Давайте дневник Его я тоже забыл У вас какие-то проблемы? Я должен связаться с вашей матерью Пожалуйста, не говорите только об этом маме Ой, как это мамочка узнает Что вы, что вы Хорошо, на первый раз я вас прощаю Оказывать не буду Но осадочек, конечно, останется Здравствуйте Садитесь Прежде чем начать урок Мне нужен Якубович Павел Павел Виктор Юрьевич попросил сегодня Уделить вам особое внимание Покажите, пожалуйста, ваше домашнее задание По русскому языку Я не сделал сегодня задание По русскому языку Что ж, Якубович Покажите тогда хотя бы тетрадь По моему предмету Ее я забыл дома Где твой рюкзак С учебниками? Их украли Что? Их украли Украли кто? Сергей, Даник и Илья Значит так Если через пять минут Вы не вернете Паше его рюкзак Тогда ровно через пять минут Здесь будет стоять директор Да это не мы Сейчас же ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь начинаем урок. Ребята, я попрошу вас немного задержаться, присядьте. Мне кажется, что нам всем нужно поговорить о ваших отношениях с Пашей Якубовичем. У нас с ним нет никаких отношений. Я понимаю, но если так будет продолжаться, мне придется принять самые серьезные меры. И в первую очередь я передам эту ситуацию Виктору Юрьевичу. Виктор Юрьевич. Да. У меня к вам серьезный разговор. Да, я слушаю. Это касается троих ваших учеников Сергея, Данилы и Ильи. Я сегодня наблюдала их крайне агрессивное поведение по отношению к Якубовичу Паше. Мне кажется, с этим нужно что-то делать. Да, парни резвые, но талантливые. А вам не кажется, что их поведение излишне жестоким? Светлана Александровна, а вам не кажется, что я излишне жесток? Я не знаю, нет. Когда нам было лет 5-6, нашей любимой забавой было протыкать лягушек палкой с гвоздем, как наконечник. Я не биолог и не знаю, как так вышло. Но даже после прямого попадания лягушка не протыкалась с первого раза. Да и с пятого. И смерть каждой этой бедной кавакухи для нас была чем-то сродни подвигу. Я никогда не забуду это чувство. Чувство какой-то победы, полной удовлетворенности. Это ли не жестоко? Но мы были тогда детьми. А дети, увы, все жестоки. Но это другое. Они же открыто издеваются над новеньким. Но это неудивительно. Новенький пришел на их территорию. Они пытаются его вытеснить. Между прочим, Павел единственный, кто из класса не принес домашнее эссе. Так что нужно уделить больше внимания его учебе этого Якубовича. А не выдумывать экшен там, где его нет. Они подростки. Виктор Юрьевич, Паша выполнил ваше задание. Они просто отобрали у него портфель и угрожали расправой, если это дойдет до учителей. Они запугали его. Вот его эссе. А я и не знал. Виктор Юрьевич, их шутки становятся уже совершенно небезобидными. Я постараюсь с этим разобраться. Хорошо. Спасибо. Что вы делаете? Отстаньте от меня! Не трогайте! Что ты делаешь? Отпустите меня! Знаешь, Якубович, какой дыр неполноценный. Но мы это... Отстаньте! Ну вот, теперь это полноценный Якубович. Еще раз вякни журою, ты меня понял? Якубович? Извините, Виктор Юрьевич, я просто обед дома забыл. Ничего страшного, я как раз хотел с тобой поговорить. О чем? Ты, оказывается, гораздо умнее, чем мне показалось на первый взгляд. Я прочел твое эссе, оно мне очень понравилось. Только вот вопрос. Почему ты тогда не сказал правду, когда отобрали твой рюкзак с твоими книгами, тетрадями? Я не думаю, что это будет самый разумный мой ход в тот момент. И чего ты хотел добиться своим молчанием? Я хотел, чтобы от меня отстали, и чтобы обо всем этом не узнала мать. Это много. А почему мать не должна знать? Я не хочу подводить ее надежды насчет меня. Ну, я не думаю, что это могло бы как-то разрушить ее надежды. Я хочу свои проблемы решить сам. Но это не всегда получается. А почему бы тебе не походить ко мне на факультативы? Я вижу, ты талантливый парень. Я бы с удовольствием, но у меня в это время репетитор по математике. О, ты еще и в математике силен. Если честно, я ненавижу математику. А зачем тогда ходишь? Просто мать решила, что это пригодится в дальнейшей жизни. А что решил ты? Я решил, что маму не надо расстраивать. И ты позволишь им издеваться над тобой, чтобы не расстраивать маму? Я слышал, что ты серьезно увлекаешься историей. А не хочешь поучаствовать в нашем историческом турнире? Победа в турнире, между прочим, дает прекрасные шансы для поступления на эстфак. Ну и как ты смотришь на это? Я бы с удовольствием. Но у меня же и репетитор. Репетитор у тебя или у твоей мамы? Решайся. У нас без одного члена команды шансов на победу маловато. И готовить уже кого-то нет времени. Понимаешь? Поэтому мы ждем тебя в понедельник в 18.00 в актовом зале. Смотри, не подведи. Между прочим, ты на мой урок опаздываешь. Давай. Здравствуйте, ребятки. Садитесь. Итак, кто у нас сегодня хочет поучиться уму-разуму? Так-так-так-так-так. Ну, например, Сережа. Хочет ответить, наверное, нам на первый вопрос параграфа. Да не сильно. Что же, ответ не по желанию, тоже ответ. Выходи, баллов снижать не буду. Виктор Юрьевич, у меня же две десятки и девятка. А я хочу, чтобы у тебя было три десятки и девятка. Ну тут же куча людей, у кого одна отметка. Или вообще нет? Причем тут я? Ты действительно ни при чем. Но я просто хочу, чтобы ты ответил на один вопрос из параграфа. Это так тяжело? Спросите даже у Якубовича. У него одна отметка. Это расценивать как отказ? Расценивайте это как хотите. У меня три хорошие отметки в четверть, и я не буду отвечать. Я вижу здесь три хорошие отметки и одну плохую. Что, крыса? Сейчас не такое разговорчивое. Это ты его надоумил. Я не мог по-другому. Отпусти. Не его, а Виктора Юрьевича. У вас какие-то проблемы? Да нет. Все хорошо. Правда, Паха? Виктор Юрьевич, погодите. Мне нужно с вами серьезно поговорить. Я тебя слушаю. Мне кажется, вы ко мне слишком предвзято относитесь. Ну, тебе, наверное, кажется, что ты ко всем объективно относишься. А вы про этого? Это личное, Виктор Юрьевич. Вы не знаете всего. Ну, теперь это и мое личное. Виктор Юрьевич, ну меня же родители убьют за двойку. Оказывается, и у тебя есть родители. И тебе тоже важно, что они скажут. А ты чего так рано собираешься? Репитывай-то еще только через два часа. Я его перенес. У меня сегодня турнир по истории. Опять ты со своей историей. Сколько раз тебе говорит, что у тебя должна быть нормальная профессия. Историей ты семью не прокормишь. Мало тебе примера твоего папаши, я работаю как лошадь, чтобы у тебя была возможность учиться, чтобы у тебя нормальное будущее было, пока папаша твой книжки читает в своем болоте. Мам, ну как ты не понимаешь? Я ненавижу математику. Почему ты всегда решаешь за меня? Может, история пригодится мне в дальнейшей жизни? Я хочу все решить сам. А знаешь, я дам тебе шанс подумать над своим поведением. Сегодня ты никуда не идешь. Завтра поговорим. Завтра поговорим. Завтра поговорим. Завтра поговорим. Хорошо. Спасибо вам. Сам так сам. Только ответственность за свои ошибки ты тоже будешь нести сам. Наступное питание. Назовите уладара старожитной Беларуси, який у легендах и паданнях прославился своей воевничеством. Но по факту, подчас его навакирования, падуладная ему земля, каля сорока год у сокупності, не ведали войны. Кто это? Команда 32 школы! Мы лечим, что это Усеслав Бориславович, полоский князь, вядомый, как Усеслав Джордзей. Па-па-па-па-па-равильно! И в этом раунде перемахает команда 32 школы! ИНТРЫГА ПОСТАВИЯ ПОСТАВИЯ Интрига! 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 У нас опошнее выраженное питание, якое вызначить переможцам турниру. Тебы ли у часы ВКЛ одрозненны у правовым статусе помеж боярами и шляхтой? Матерные бояры. Так? Бли, шляхта, гэта войскова служила сасловья с вельми широкими правами. А вось бояры у ВКЛ полная назва гэта панцерная бояры. Гэта такая социальная прослойка помеж класами селян и шляхты. Я надак сама несла войскова служба, але правовое становище было наибольшь обмежеванным, чым у шляхты. Гэта верна! Але я усе уж спытауся не про панцерных бояров, а минавида про бояров. Так? Московские бояры хоть имели землю от своего князя, и несли войсковую службу, але по сути заставалися перед князями безправными халопами. Я знаю. Так, так, так. Так? По сути, отрозненев не было с 15-го ста годзе. Просто в разных землях феодалы назывались по-розному. Наприклад, на Полочне, Витебщине, Смоленщине их называли боярами. На полдне и полдневым заходзе ВКЛ зимянами. У заходній часцы ВКЛ шляхтай. А с 16-го ста годзе назва вайскова служивага саслов'я стала шляхта. Интрига, интрига, интрига! Команда 136-й школы становится переможцом! Братя! Республиканская турнира по истории Белоруссии! Молодцы! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok